Привет всем! Сегодня я буду делать очень интересный тортик. Этот тортик понравился мне и моей семье и даже намного больше, чем обычный Наполеон. Наполеон по сравнению с ним просто даже не взлетает. Этот тортик интересный, у него есть и кислинка, и сладкая нотка, и вот он при этом немножечко хрустящий и пропитанный в то же время. В общем, очень интересный тортик получается, а делается так же просто, как и Наполеон. Для начала будем делать коржи. Ставлю охлажденное и перетертое на терке крупное сливочное масло с мукой и щепоткой соли, перемешиваться в чаши комбайна. Почему в комбайне? Потому что, если я буду очень долго мешать руками, мое масло просто растает, а мне нужно, чтобы стала вот такая вот красивая крошка. Теперь в эту крошку добавляю сметану и яйцо. Если у вас нет комбайна, перемешивайте либо миксером для теста, либо просто вилкой. Это тоже будет нормально, тесто делается довольно быстро. Добавляю сметану и яйцо и еще какое-то время перемешиваю, для того, чтобы немного соединились мои ингредиенты. Затем эту крошку нужно будет собрать в ком. Уже руками долго не вымешиваем, просто собираем вот так вот в ком. Вы видите, собирается хорошо. И немножечко, буквально, вот просто, чтобы соединилось наше тесто. Затем нам нужно будет скатать небольшую такую колбаску. Для того, чтобы тесто не крошилось, когда вы придавливаете эту колбаску, немножечко прижимаем его. Подпыляем мукой, если тесто пристает. Вот так, вы видите, я прижимаю и растягиваю немножечко. И теперь эту колбаску нам нужно будет поделить на 10 частей. Можно поделить на 9, а потом из обрезков и спечь 10. Кому как удобно. Посмотрите, вот такое-то расслойство внутри даже при разрезе наше тесто. И теперь досточку припыляю мукой. И на эту досточку складываю шарики из своего теста. Немножечко подкатываю их в шар, для того, чтобы удобно потом было раскатать в ровный шар. Затем отправляю свои шарики, накрытые сверху либо пленкой пищевой, либо пакетом в холодильник, минимум на полчаса. Тем временем отвешиваю сметану. Я купила где-то 1,1 кг сметаны, часть у меня ушла в тесто, остальную часть я буду использовать для крема, которую отвесила. Сметана у меня 15%. Пока отвешивается моя сметана, буду заниматься выпечкой коржей. Коржи нужно раскатать довольно тонко. Раскатываю я их сразу на тефлоновом коврике, либо на пергаменте, чтобы потом не переносить уже и коржи мои не деформировались. Мне так проще и удобнее. Коржи должны быть достаточно тонкими. Чем толще у вас корж, тем больше он уменьшится в размере во время выпечки. Так как коржи уменьшаются во время выпечки, буду печь где-то 25-26 см, для того, чтобы в итоге получить 23-24 см. они довольно сильно уменьшаются. Сантиметра 2-3 точно они уменьшаются в размере. Мне вот так вот удобно кольцом обрезать. Можно, конечно же, приложить крышку и просто по контуру обрезать. Половину коржей с остатками я пеку вместе с обрезками. И потом эти обрезки измельчаю для того, чтобы сверху посыпать торт. А с половины могу потом сделать еще один корж. Для того, чтобы корж очень сильно не расслоился и торт у нас не получился от 25 см в высоту, накалываю вилочкой. Часто-часто вот так вот накалываю вилочкой. И затем отправляю коржи в духовку. Вот и мои обрезки. Духовка разогрета 180-190 градусов приблизительно около 10 минут. Смотрите, чтобы коржи получились красивые и поджаристые. Вот такая вот красота у меня получается. Все коржи немножечко вот такие с волдырчиками. Очень красиво. И теперь можно будет, в принципе, приступать к крему и сборке тортика. Для крема беру уже отвешенную сметану. У меня получилось около 700 грамм из 900 с мелочью грамм сметаны изначальной. Если вы будете использовать сливки, вам достаточно будет и полкилограмма сливок. Жирностью более 33%. Взбиваю без сахара, без ничего. Просто немножечко подбиваю. Посмотрите, какая плотная стала моя сметана после отвешивания. Она абсолютно даже не шевелится. Добавляю к ней сгущенное молоко, которое вареное, либо ириску. Вы уже используете у кого-то баночки 470 грамм. Если у вас есть пол-литровые, продаются, покупайте ее. То есть тут уже там 20-30 грамм роли абсолютно не сыграют. Но этот крем получается не очень приторно-сладкий, так как мы будем добавлять еще джем. Джем будет у нас на коржи на пропитку. Посмотрите, какой красивый крем получается. У меня вот такой вот джем не очень густой. Это у меня джем из черники. Можно использовать черную смородину, либо вишневый такой с кусочками вишни. Это может быть любое красное вот такое варенюшко красивое. Если он у вас более густой, то, конечно, вам удобно будет разместить его вот так вот ложечкой. У меня, так как он довольно жидкий, просто смазываю его вот так вот кисточкой. На низ, вы видели, я поставила небольшое количество крема для того, чтобы потом мой тортик не ездил, когда сядет. Размазываем все по всему контуру и края тоже не забываем, для того, чтобы пропиталось все вокруг. На низ следующего коржа уже ставлю крем. Если мы начнем по джему ставить крем, то, конечно, у нас все размажется и получится такая некрасивая каша. А так будет очень красиво. И вот таким вот образом собираем все-все коржи, кроме верхнего. Верхний корж мы потом еще смажем остатками крема. Но для начала нам нужно будет поставить его под пресс. Сейчас покажу, какой у меня тортик получился высокий довольно после сборки. Вот такой вот он высокий. Желательно, конечно, поставить его в кольцо, либо просто нужно его будет поставить под небольшой пресс. Пресс изначально небольшой и затем его можно немножечко увеличить, для того, чтобы тортик у нас сел и при этом не вылазил никакой джем. Я оставляю тортик пропитаться потом на ночь, чтобы он очень хорошо пропитался и был сочный внутри. Не люблю сухие торты. В изначальном рецепте этот тортик идет с масляным кремом, но мне такой крем не нравится. А вы можете использовать его, в принципе, и с маслом. Получается вот такой вот красивый и высокий тортик. Не так он садится, как Наполеон. При этом он немножечко хрустящий и в то же время хорошо пропитанный, с кислинкой и в меру сладкий. Получается очень-очень вкусный торт. Я уверена, вам и вашим родным такой тортик очень понравится, как и моим. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok